Мы находимся в небольшом парке, может быть, даже не таком маленьком, называется Куэста-парк. И здесь вообще много русских гуляет с детками, много русской речи, но в данный момент мы пришли, потому что там группа, вот издалека, сейчас мы на нее наедем, камерой, там проходит некоторое мероприятие, в котором участвуют наши студенты, я сейчас приближусь, и мы с ними поговорим. Ну, вообще, это как бы выездная такая сессия по выполнению проекта. Мы присутствуем на занятии, ну, занятие происходит на природе, это продолжение проекта, который мы как-то уже снимали в классе, там ребята сидели. Занятие происходит на природе, жарятся шашлыки из чего? Из рыбки, да, у нас, я вижу, из салмана. Вот рыбка у нас, паста и фасовар еще. Так, вот тут наши Андрей, да, и вот у нас, окей, вот у нас Оксанка. Так, где Пенелопа-то? Пенелопа где? Вон она, Пенелопа, там выглядывает. Мы поговорим сейчас с участниками. Вот мы сейчас разговариваем с Алексом, который ведет проект. Алекс, владелец компании, называется Мимокаст, там русское видео. Но он сам расскажет, Алекс, что у нас за проект? У нас на Мимокасте самая большая библиотека русских фильмов, ну и вообще Республик Советского бывшего Союза, Грузия. Насколько большая? А там 35 тысяч у нас фильмов, сериалов. Вау, ничего себе. И также горит русских фильмов, которые переведены на русский. Так что заходите, самое главное, там у нас есть видео про школу Портнова. Вы знаете, как тут живут. Такой вопрос. Ребята, которые вот в проекте участвуют в нашем, да, два раза в неделю, они собираются. Что там происходит? Чему они научаются вот, как бы? Побывав в проекте, научатся в жизненной практике, как работать с веб-аппликейшенами. И особенно у нас наклон идет на видеоформат сам, как работать с видео. Что такое видео, как его разложить, как инженер, как его понять, что из него можно сделать. Сейчас это очень ценная квалификация, потому что все компании, большинство, они уходят сегодня на видео. Мобильное и скоро интернет-видео выйдет на экран телевизора, мы надеемся. И это очень нужное, как бы обостребованное. А этому еще в колледжах не обучают. Поэтому именно здесь можно всему этому специфическому научиться. Понял. Хорошо, спасибо. А тут я смотрю, у нас еще есть народ, мы сейчас побеседуем. Так, вот у нас Оксана. Так, Оксана, что у нас на уроке происходит? Подготовка к второму занятию нашему по проекту Mimocast, вливание в группу, налаживание дружеских целей. Хорошо, вы вчера были на первом уроке по whitebox-тестинг. Да. Что-то там понятно было? Вообще что-то интересное? Пытались вникать тщательно все 4 часа подряд. Джаву изучали? Пока еще вступительное занятие до Джавы еще не дошло. Писали алгоритмы при какой-то ситуации и пытались оставлять кейсы, как ее тестировать. Ну, то есть ничего такого экстра сложного не было? Пока ничего. Но когда дело до Джавы дойдет, надо же изучать. Хорошо, ладно, пошли дальше. Так, Наташа, ваши впечатления? Вчера вот урок был по whitebox-тестинг. Что там происходило, можете сказать? Ну, ознакомительное занятие, первый урок. Объяснили суть этого подхода. На псевдокоде некоторые тест-кейсы разобрали, протестировали работу банкомата. Ну, вот преподаватель, он так как бы из Индии, товарищ. Понятно, что говорит, как говорит? Ну, первые минуты надо ухо настроить на эту речь, а потом становится понятно. И уже он старается очень говорить доходчиво. Хорошо, вы еще не покушали тут шашлычка рыбного, как в мероприятии? Мы разворачиваем, пока еще подготовительная работа ведется. Понятно, хорошо. А вот у нас Кристина. Кристина не имеет никакого отношения к форуму. А просто она у нас учится в школе, пришла на мероприятие. Закончила. Закончила. Кристина, откуда вы? Я из Бреста, из Беларуси. Образование какое-то у вас было там? Неполное, высшее, экономическое. Так, но вы уже два года в Америке, то есть вы приехали в 19 лет? 20. Приехали в 20 лет? 22 будет. Так, а здесь вы как бы нигде, кроме нас, не учились? В City College. Чего изучали? General Education. А как вы вообще попали в тестеры? Как вас так занесло? Я давно слышала от всех своих друзей, довольных программистов, которые закончили вашу школу. Программистов прямо не тестеров? Которые хвалят, расхваливают. Мой дядя из Гродно, кстати, тоже обозглавил. А кто ваш дядя? Вадим. Какой? Бенчик. Понял. Так, хорошо. Он тоже рассказывал. Ну и, конечно... То есть по слухам вы, все по слухам. Да, рекламы очень много было. Вас очень хорошо пиарят в школу. Народ. Да. Не то, что в газете там прочитали. А, газет это ерунда. Какие? Хорошо. Теперь, ну вы как-то чувствуете себя уже тестером, таким почти готовым? Ну, я бы сказала, на процентов 67. Хорошо. Вы еще не были на интерншипе или уже были? А, я еще не была. То есть вы сейчас как бы в этом процессе? Я пока сейчас погрязла в теории. Хорошо. То есть на самом деле вы как на интерншип сходите, и уже будут все остальные проценты добереть? Сколько там? 33 осталось. Все, что осталось, все доберем. Отлично. Спасибо. Да. Так, а вот у нас Мила, еще один из участников проекта. Да. Так, мы сейчас будем ей вопросы задавать. Мила, вы откуда? Мила из Киева. Так, вы по профессии, скажите, кто оригинальная профессия ваша? Оригинальная профессия актриса в театре и кино. То есть вы снимались в кино и в театре? Да. Замечательно. То есть для вас как бы наша съемка как бы обычное дело. Вот, даже вот у вас нет злых режиссеров, которые гоняют, кричат, не верю, там мы всему верим. Но вы у нас как бы не вчера закончили, то есть вы уже поработали тестером. Я уже поработала, у меня уже экспириенс порядка четырех лет. Так, но вы снова с нами. Я снова с вами, я всегда с вами. А что случилось-то? Ну, сейчас достаточно сложное время в экономике. И в компании я работала, инбайотек компани, полтора года. И, к сожалению, в конце ноября компания прошла даун и был большой лео. Это маленькая была, да, компания? В компании было 150 человек, когда я пришла, и когда я уходила, уже в компании осталось 50. Даже странно, потому что байотеки обычно намного стабильнее, чем такие чисто софтфорные. Да. Ну, дело, проблема состояла в том, что мне достали деньги. То есть они не были еще достаточно устойчивыми? Это стартап. Хорошо, то есть вы как бы такую реабилитацию проходите? Да. Хорошо, ладно, спасибо. Онлайн. Так, выпивают. А что пьем-то? А, воду. Безалкогольная. Безалкогольная. В парках только безалкогольная. Чего? Я думаю, вы должны пойти по стопам. Алекс, это на вас. Вы должны, как Иисус. Он на воду сказал пару слов, и стало вино. А это фактически ваши вот эти... А мы сейчас по щечкам определим, что они пьют. Дисайплс, да, это ваши последователи, ученики. Значит, можно сказать апостолы. Конечно. Молтаймиди и... Мимокаста. И Мимокаста. Хорошо. Главное поверить. Ладно, пожелаем, пусть эта вода превратится в вино в ваших организмах и даст вам... Я хочу выпить. Я желаю Мемкул и нам всем удачи в этом году. Во всех наших начинаниях. В первой половине года. Да, желательно. По квалтерам развейте, пожалуйста. Окей, за первую половину года. Чтобы этот год нас там принес удачу, хорошую работу, меньше, больше студентов. И Мимокасту тоже доход. И может быть мы когда-нибудь... Да, инвесторов. Инвесторов, да. И может быть мы Алексу и понадобимся как работники. Так что давайте за все это выпьем. За все за это. Ура. Вспрасывание. Так. Вспрасывание.